Конференция посвящена бэкэнду. И сейчас мы рассмотрим такую штуку, то есть Project Lombok, или вот я придумал такое название, как выжить в D2A. То есть тут есть люди, которые на бэкэнде много разрабатывают веб-сервисов, всякие рестовые штуки. Собственно, не только для этого, но здесь это крайне больная тема, когда у вас очень много объектов однотипных и, соответственно, очень много рутинного кода, который автогенерируется, где либо руками пишется. Сейчас мы небольшой demo посмотрим, то есть как это делать в будние дни на Java. Кто работал с Groovy, тот с этим уже, наверное, знаком. Но, как говорил один из предыдущих спикеров, сейчас идет тенденция, что динамическое типизирование, оно не очень хорошее из-за дальнейших возникновений траблов, всяких ошибок на продакшенах и так далее. Вот, сейчас мы посмотрим немножко, как раньше, раньше. Что мы раньше делали? Так, рассказывай. О, отлично. Нормально слышно, да? Да. В общем, то есть стандартное приложение. Давайте просто создадим какой-нибудь объект. Пусть это будет дожка, назовем ее метал. Вот. Нам нужно несколько полей. Пусть это будет какой-нибудь там name, place. Что ж такое? Буду как-то вот так вот пытаться. Сейчас гарнитуру несут. Отлично. В общем, у нас есть... Раз, раз, раз. Да, гарнитура. Раз, раз, раз. Один, два, три. Есть. В общем, у нас есть этап. DTO-шка. В которой есть имя, место. Не знаю, наверное, дата. Local, date, time. Date, time. Окей. Ну, пусть для начала будет так. Что мы хотим? То есть нам, как минимум, нужно getRosector. То есть, окей. И тут началось... Сейчас я могу уйти на свой insert. Окей. Alt insert. Я создаю getRosector. Идею, да? Далее. Далее. Мы хотим, допустим, ее выводить, логировать так, чтобы... Короче, тут тустынь там. Сделаем two string. Что нам еще надо? Тут, наверное, если у нас будет, как бы, какая-то там база данных или там что-нибудь еще, там, где нам нужно будет сравнивать какие-то там вот эти вот объекты, а другие. То есть нам, по идее, нужно добавить equals.dashcode. Окей. Добавляем equals.dashcode. Вот. И как бы... Вау! То есть, как вы видите, короче, смотрите, у нас обычная DTO, да? У нас всего три поля. Три поля. И смотрите, сколько кода нам нужно, чтобы... Ну, как бы, сейчас я это делаю в шоу логангу. То есть три поля у нас как бы 67 строчек. И это еще, как бы, ну, DTO, в которой всего три поля класс, который, по сути дела, занимается, там, 10 строк, да? То есть три поля у нас. И все вот эти объекты, все вот эти вот, точнее, все вот эти методы, они, как бы, все рутинные, которые мы, нажимая в alt insert, генерируем. Давайте просто сейчас просто сделаем, создадим наш объект. Итак, int1 равняется u, так, делаем int set name. Что у нас? Фейсмейкер, да? Да. Окей. set place. Как это что-то называется? Супер. Полезаем. Как-то так. int1.set date time. Okay. Давайте ее просто выведем на экран. Вам, наверное, сейчас на проекторе будет плохо видно. Я расскажу. То есть, собственно, мы, как бы, видим название кэшло-класса, name, place, как бы, и то же и так. И давайте сейчас, наверное, сделаем так. Вот это вот мы вынесем, да? Проверим. Работа это int1 и хэшкод. Наш. Просто создадим еще одну штуку такую, да? и, соответственно, нажимаем. Ните. Так. То есть, фактически те же самые и полями мы setаем. То есть, два раза в объекты создаются. И мы хотим узнать, равны ли они. То есть, мы выводим, допустим, min tab equals min 2. Проверяем. Да. То есть, все. Они равны. А теперь, допустим, то есть, приходит там заказчик и говорит, что нам нужно, типа, добавить там еще одну такую, да? Допустим, не знаю, количество участников, да? Members. Да. Мы, как бы, сейчас добавим сюда гендеры, etc. Ну, можно и в большом, можно и в памяти. Таким. И в большом. И давайте мы... В первой встрече у нас будет человек 50. А во второй встрече у нас будет строк. Игвелс. 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 Хэш-код. И? Индустрии. Игвелс. То есть, сейчас, если мы запустим программу, то у нас они все равно труды. Соответственно, нам нужно либо вручную депировать иклс или каш-код, я обычно в таких ситуациях просто это все сношу и заново доставляю. иклс или каш-код и каш-код вот ну как бы да, конечно есть ли какой-то дип-компайер какая-то такая штука, которая проверяет все поля то есть это джава, возможно, существует такая библиотека, которая по рефлексии сама как-то все смотрит все что есть ну как бы из таких вот я не встречал возможно так, ну как бы, речь идет о том, что вот у нас очень много, как бы, вот, токармативного, как бы, кода, который мы создаем а когда это может быть хорошо когда вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, что-то делать потому что тут нет, вот, и можно делать в общем, подходит, как, ну, тем беды, я не знаю не к ним, а, то есть, си-но, в общем, к пем, которые раньше на технете были, да и такие подходят по типа, а отсюда как долго делаешь там, без сроки они говорят, типа, татушон, смотри, кука-кода вот как бы в этих, в этих ситуациях, как бы, да да, еще и тесты парковать еще, еще часто бывает, допустим, у нас есть какая-то внутренняя сущность а, допустим, у нас летап, мы хотим какой-то внутренний объект допустим, создать полный я делаю это как inner class, можно его отдельно, конечно, делать но, чтобы не платить кучу-кучу классов, я обычно делаю его inner class static class и у него тут опять будет, как бы, пусть будет два поля owner name какой-то, да и private ну, какой-нибудь еще такой какое, не знаю, там как бы, должность или какая-то, вообще не важно вот, соответственно, здесь нам тоже нужно сделать equals, хэш-код stream собственно ладно, вы, наверное, уже не скучали, поэтому я вам покажу сейчас такой небольшой вагерь сейчас мы запускаем еще раз видим, видишь, у нас Toast у нас все работает, будет количество веборов для первого этапа вот, сейчас я просто хочу вот все удалить из-за того, что эти они еще по терминам называются не более play то есть это такие рутинные штуки, шаблонные вещи, которые мы как бы они однообразные вот делаем как бы так собственно, да и сейчас попробуем это все еще раз запустить, чтобы я вас не обманывал, да видите оно не запускается на руках теперь смотрите, я делаю волшебную вещь так и запускаем все работает все работает то есть аннотация как бы data longbook с помощью этой аннотации у нас появился весь тот код в runtime, который мы изначально генерировали руками то есть идея там либо что-нибудь еще способами ну, в общем, как бы вы видите у нас класс был там около 70 строчек, да остался там 12-13 строчек из которых там половина это строчки а сейчас будем детально смотреть про ламбок и его фичи можно сразу вопрос, а что менеджеру говорить когда он подошел и говорит что ты делаешь а менеджеру говоришь смотри какой я умный я оптализировал работу тут увеличил скорость работы всей команды потому что мне нужно много хода списать и вопросов его прибавку совместно не нужны больше программистам да, так раз, 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 раз да, да а я сейчас об этом все детально буду рассказывать это, это такая просто чтобы вот где появилось сразу много вопросов как бы немножко зафиливать собственно, что я хотел так, рассмотрим фичи ламбука не знаю, вам наверное а можно себе контакт выключить? а можно себе контакт выключить? кто знает где тут ближайшие выключения? можно... сейчас, один секунду совсем другое дело в общем, ладно, ребят, как бы плохо видно я буду говорить, что тут написано то есть первое первое часть, когда она смотрит это вал что она делает? собственно, когда мы не хотим внутри метода каждый раз соответствующий как бы тип в целом я не рекомендую эту штуку использовать и люди как бы тоже рекомендуют ее использовать с осторожностью а почему? потому что как бы, во-первых, есть такая штука как программирование от интерфейса то есть по-хорошему у вас должен быть лист а не array, потому что это best practice и в дальнейшем могут быть с этим связаны проблемы и и вторая штука, потому что допустим в таких ситуациях она вам даст ошибку когда мы захотим это сделать создать в поле когда как бы это допускается допустим, когда у вас, например, вы создаете какую-то свою собственную структуру и у вас очень-очень большие названия классов и еще несколько параметров и у вас там выходит типа my new mega object node add string new thread и так далее и у вас именно три метода и часто вы используете обмеление этих переменок тогда спокойно как бы используйте вот такой способ но желательно, чтобы этот вал этот тип не выходил за пределы метода в том плане, что резал желательно уже обмелять так как нужно чтобы когда вы читаете вы крепко понимали что у вас будет возвращено так далее мы посмотрим аннотацию not null что нам надо будет сделать секунду то есть когда у нас есть конструктор и мы аннотируем параметры его not null оно у нас в дальнейшем генерирует который проверит на null и выкинет full pointer exception соответственно то есть чтобы тоже не писать подобные как бы вещи то есть нужно использовать эту аннотацию далее у нас есть clean up это когда мы хотим работать с файл стримами и мы не хотим заворачиваться то есть как их правильно закрывать да, в некоторых случаях там можно использовать автопозе в данном случае но в данном случае у нас эта штука сгенерирует вот такой код и оно само закроет потоки и закроет все ресурсы соответственно как бы тоже немножко сохраняет нашего кода так далее как я уже говорил была аннотация данной также существует как бы можно если нам нужен только getter или только setter или getter чтобы оно сгенерировалось со специальной дополнительной аннотацией мы можем как бы использовать соответствующие аннотации есть такой синтаксис мы пишем он метод равняется собака два подчеркивания и мы пишем аннотацию и если у нас аннотация это runtime она у нас как бы сгенерируется и в runtime у нас аннотация повесится на наше соответствующее поле в данном случае это вот здесь плохо видно но как мы уже мы сгенерировали на это поле аннотации и у нас сгенерился getter с соответствующей дополнительной аннотацией вот также как бы аннотации и соответственно у нас здесь оно винирует вот такой плод добавить все поля мы можем в параметре exclude перечислить имена полей которые мы не хотим включать в ту стрель например это эти какой-то и пароль вот также у нас есть equals н хэш код и здесь мы можем точнее мы если просто стали фор а для всех полей а если мы ставим off оно нам генерирует только это юзернейм и то есть оно также не будет генерировать для нужных полей ну собственно вот такую штуку превращается у него он будет использовать регенерации то есть немного больше кода генерирует добавляет допустим файлы добавляет там полный то есть ну как бы то что у нас изначально и классных хэш-код выглядят в одну строчку это довольно таки большое преимущество по сравнению с нашим собственным генерированием кода также мы можем использовать различные виды аннотации для генерации конструкторов в данном случае no args construction означает что генерировать конструктор без аргументов required args если у нас поле помечено аннот ну аннотации require args сгенерирует конструктор в котором будет эти два поля и будет соответствующая проверка на то что они не нулы также all args конструктор который сгенерирует нам конструктор со всеми аргументами здесь можно посмотреть что у нас генерировались все возможные конструкторы которые вы ему указали в данном случае у нас конструктор без аргументов с required аргументами и со всеми аргументами если какие то вопросы по ходу будут вы можете сразу перебивать спрашивать вопрос был если мы используем аннотацию которая включает в себя стримб и переход да нам получается не нужно понять стримб да нам мы используем в этом случае дату она перекрывает да просто пишем вот а если добавить ну ничего не произойдет просто обычная вот а но что дебаг дебаг а дебаг дебаг сейчас я скажу дебаг я скажу нет то есть по этому ходу как бы по сорцам да дебагить ты сможешь как бы для дебага если тебе нужно быть то есть ты сможешь дебагать но просто у тебя не будет прыгать этот курсор я пробовал но можно дебагить я покажу таким образом просто дебагить как страивается как библиотека как жарко я покажу как дебаг либо жарко то есть при процессе да я об этом скажу где есть владельцы да есть владельцы когда появились анонтации дебага 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 нет по вам должно как мы не пришли к этому раньше это шаги это как был пенсор библиотека и мало доверия сразу и было достаточно багов не каждый проект не работала и не специально можно посмотреть кулом и если где то у нас есть какие-то require микро вариантов и мы создаем новый аргумент констат концепт если ты видишь что у тебя здесь создался обычный реклариус создался да и ты можешь создать реклариус то есть просто он поставит эксепшн нет я имею ввиду вот он кидает эксепшн если у тебя только поля просто создать да это аннотация чисто для создания так давайте дальше как мы рассматривали дату здесь better setter to string equals in hash и вот наши два поля два поля они вот есть еще value немножко отличается содержит equals getter equals and hash code all arc и fill default сейчас вы посмотрите то есть она немного отличается у нас от даты но в основном я его редко использую есть еще такая ошибка как и по ней я тоже хотел провести собственно кто-то читал на java статью как сравнить checker exception без тракетия или без rows в методе там были четыре способа есть генетики есть в общем давайте посмотрим посмотрим да это может быть так да 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 предположим у нас есть лист от рейнга а а а а и он будет у нас и он будет у нас просто какой-то там массив и с вас и с вас и и и и и и и и с в общем то есть какая божь мы хотим взять наш массив мы хотим нас скрывать нет мы хотим сделать И хотим создать как бы из one, two, three и создать что-то другое. Для каждого элемента массива что-то дегенерировалось и изменилось как бы в нашем исходном серии. Что мы здесь пишем? С, допустим. Интернет-бук не просто. Я прошу. Я прошу. Сейчас. Давайте сделаем так. Здесь делаем метод. Давай. Так. И. А. И. Назадем его. И. 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 Мы. С. Плюс. Чтобы все наши числа называют. На. Начинались мы. С нижнего подчеркивания. Вот так. Да. И. Здесь соответственно мы вызовем. Да. И. здесь вводим. Да. Сделаем так. И. Дальше мы делаем. с. Ну. А. А. Сейчас. Не ламберс. Соответственно. Ну. Выглядит примерно так. так. Так вот. Предположим, что в нашем чекерноменте мы говорим, что если с. С. Контейн. Допустим. Если. С. Содержит. Мы. Хотим. Выкинуть. Новый чекер. А. Вот. И. Какая. Бонус. То есть. Мы. Его. Не хотим обрабатывать. Здесь. Мы. Хотим. С. В. С. Роуз. И. Какая. Бонус. Здесь. Да. Мы. Мы. Не можем сделать. Ай. То есть. Мы. Не можем сделать. Так. Оно. Угается. И. Соответственно. Единственный способ. Это. Либо. Обрабатывать. Здесь. Либо. Брать. И. Обрабатывать. Либо. Не. Использовать. Вот. Здесь. Вот. Такое. Короткое. сокращение. Можем. Опять же. Такие. То есть. Обработать. Как бы. Внутри. Главное выражение. С. С. Открыть. Скорки. Да. А. 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 И. И. Здесь. Телефины. Какой-то новый. Эксептин. Который. Бизнес. Эксептин. 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 Да. И. Вот. Вся боль. Из. Реализации. Мы. И. Что. Предлагает. Что ж. Ну. Горить. Так. И. Комбур. Нам. Предлагает. И. Мы. Здесь. Ставим. Анастацию. Давим. Спасибо. 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 И. И. Мы. У нас. Наш. был кинут вот в этой строчке это был exception давайте я его с карманом назовем мы выдадим сообщение мы видим наше сообщение мы видим, что это exception то есть мы с помощью лонбока мы кинули check it exception без его обработки без тракетча, без срок то есть мы можем тогда даже брать и соответственно грубо говоря, наш check it exception остался таким же exception только стал отчетчик это очень классная штука потому что до того, как я начал работать с ландами я придерживался той стороны какие в java exception использовали check it или не check it я придерживался, что check it exception были созданы, чтобы всем разработчикам рассказать что твой метод ядовитый значит, все у нас соединители можно быть ядовитый ты должен ожидать, ты должен понимать на самом деле, оно очень много боли занесло и когда я начал работать с ландами и другими вещами то есть я на другую сторону перешел и стал мидовить check it exception и так же, если мы посмотрим, допустим, для антута их ребят из спрингов они все check it exception и ресровывают отчетки соответственно, как бы вот эта вот штука наша, на самом деле, она сгенерируется вот в такой трагич блок то есть она обернет у него есть такая штука, как то есть у него есть такой метод называется status row и он принимает в себя любой exception и внутри себя он сделает там манипуляцию определенную то есть если интересно, можно потом зайти в оборудователь сам сек то есть посмотрим, что он делает и с помощью этих манипуляций он кидает как минимум exception соответственно, тут мы то есть экономим, как бы, наш код и экономим, как бы, точнее и избавляемся от надоедливых техниках да, 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 да в текст рейсе наш оригинальный exception вот в чем прикол что он не меняет наш оригинальный exception он не добавляет никакой другой собственный exception он делает макинации что, как бы, фактически мы, как бы, видим свой же exception просто он стал начальником вот в чем прикол и вот показал один из примеров, где, реально, он очень полезен вот ты написал в этом примере что он не-не-не-не вот, смотри, смотри видишь, здесь он допустим строл строл он хэтчет по стролаблу exception то есть здесь он по стролаблу он хэтчет запоминает exception и он вызывает метод который будет строовать этот же exception то есть он этот же exception рессировывает который переплатил то есть который мы кидали в данном случае мы кидали survival он его словил и он его же выбросил но с определенными манипуляциями чтобы избавиться от ядовитости чекинг и ну так же как бы вот номер ну если есть такая возможность проще использовать runtime exception и не завораживаться но в любом случае если вы хотите в методе его обработать то есть этого поможет если есть такая возможность да иногда бывает что у заказчика что мы не кидаем только бизнес exception и можно воспользоваться собственно у вас все хорошо вы кидаете ну то есть это уже как от проекта зависит так также есть чип для синхрониза чтобы не генерировать соответствующие блоки в данном случае это либо по объекту либо по имени то есть класса если это статики ну будет такой вот ход переливать а собственно ничего такого не может экономить вот также у нас есть для логирования в чем бывает боль логирования когда в каждом классе нужно писать лог объявлять переменную константы лог и писать имя этого класса и бывает так что люди просто копируют ленятся копируют с другого места с другого класса и у них не имя класса взято с другого класса соответственно когда вы читаете патоматологию у вас там происходит мы логируем в одном классе а у нас другое чтобы понять где правда люди часто об этом спотыкаются поэтому лунбук позаботился для сейчас есть у нас соответствующие аннотации мы прикрепляем и у нас создается такие штуки которые могут нормально все логировать и просто тоже очень удобная штука чтобы не заморачиваться можно это использовать вот так по аннотациям именно по самим фичам есть какие-то вопросы по тому как использовать фичи сейчас мы поговорим про ангендацию немножко и поговорим как она работает как она генерирует сорса окей как его интегрировать просто последующий к он плавит здесь мы рекомендуем вставить еще scope провайдер чтобы не включать ваш проект потому что он работает только при компиляции и у вас любой современный плагин который 3.5 должен поддерживать этот стандарт позже объясню зачем сейчас недавно в последней версии добавили просто так для 2.4 2.4 его подключить нельзя было нужно было махинации проводить сейчас они добавили поддержку без всяких махинаций вы просто подключаете эту штуку и у вас все работает как у меня подключили и не задумывались так идея чтобы у вас не горело все красным не ругалось вы устанавливаете соответствующий плагин для ноутбука также в идее есть если вы под андроид разрабатываете это для андроида по-моему для андроида есть для андроида есть для идеи собственно для эклипса похоже на глуполе эклипса нормальные решки есть поддержка и соответственно кто знает такую конфигурацию кто-то использовал здесь в самом проекте собственно это когда вы хотите чтобы у вас автоматически все настройки больше DTC вы просто вязать этот плагин и у вас по дефолту не нужно раскидывать проект ни по каким-то сабфолдерам ну в общем оно по дефолту по прогренции с генеритом очень хорошую красивую структуру проекта и вот здесь нужно немножко похимичить в том плане что нужно здесь указать compile аргумент для ламбука и указать dependents у меня на проекте была горе я не мог на новом проекте завязать ламбуку не мог поднять что делать потратил несколько дней на это меня потом будет вздрючил я нафига не делал не много занимался ну я разобрался и нашел как интегрировать эти платы на ламбуку так теперь поговорим про такую штуку как ламбук это такая штука которая собственно генерирует ассорт цепь он внутри содержит генератор собственно вы можете это сделать из формальной строки прописать соответствующий java 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 можно как бы папку указать можно указать файл либо вы можете подключить людей соответствующий плагин и выбрать у него соответствующую цель не забудьте пожалуйста если вы используете указать эту штуку что вы используете ETH8 у меня на RBS презентации по лунбуку я делал демо про этот плагин и он не работал потому что я забыл указать видеоролку я не разобрался почему он так ругается но это как бы все это профиксило и соответственно вам вот здесь не это что вы здесь делаете здесь у вас в плотинах появится цель лунбука вы можете из идеи делать но он генерирует вам в папку generated store соответствующую все сердце вот так что надо как это работает в общем в шестой джаре создали такую штуку как правило благо аннотающим процессором вот вот и она как бы то есть позволяет писать собственные процессоры для аннотации и генерировать сорцы базируясь на соответствующих аннотациях которые мы используем вот он написал свой процессор аннотающим в последних версиях он уже hidden то есть людям его злоупотребляли и его использовали как-то там то есть в открытии просто в общем они его сделали как теперь это получается inner class хайдман дальше процессором и соответственно вот эта вот штука шестой джаре она позволила делать вот подобные поднимания и подобные вещи то есть то есть как это все работает то есть вы базоваете аннотацию у себя в сорцах подключаете лунбук он автоматически подключает этот аннотающий процессор и при компиляции при компиляции он генерирует все нужные необходимые сорцы для догенерировать сорцы там это ресеттер и подкладывать их код в класс файл и изначально то есть вы как бы в сорцах не видите одно же можно увидеть динертик сороснули если вы хотите дебажить то дебаг он не пропадает он не будет дебаж текущим с дебаж текущим с генерировать с и запустить проект от генерированных с с но практика если использовать аккуратно с ум то дебаж для того что такого никогда не было этого это еще одна из причин по которым на первом слайде помните была фича val которая позволяет не писать каждый раз если ее везде вы можете нормально сделать это с осторожностью и используйте все с ума какие есть вопросы по генерации еще какие возникли на какие-то вопросы я не ответил альтернативы 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 вы можете использовать в грубе в джаве есть в джаве про альтернативу я не слышал можно использовать другой язык который позволяет в джаве то есть эта штука очень не помогает экономике вовремя особенно когда у меня не триболь а обычно у меня 15 полей и еще несколько объектов третьем в каждом из которых 10-20 полей и когда вместо 700 строк превращается в 70 дегенерации очень очень целого количества и загрузить тебе нужно просто перекопилировать перебилы то есть если hot swap автокомпиляция допустим идеи я не уверен что это нет важно если ты это делаешь допустим маркер то в айде нужно нормально работать рекомпилировать то есть есть ресурсы если допилился проджекломбок.ор там все необходимое есть также у них активно сайты где люди жалуются на какие-то проблемы с интеграцией какие-то с билдами вот каких-то специфических проблемах специфических и там они сразу пишут будут фиксить или не будут фиксить у меня здесь это я делал как бы то есть я работал 1.16.8 сейчас уже 1.16.10 версии то есть и по моим подсчетам каждые полгода она она идет активно разработать фиксер какие-то там вещи и помогает людям это все и все и и можно во время во время этого процесса она как бы то есть у тебя идет когда нажимаешь с компанией то есть у тебя что происходит анализ он и потом у тебя идет анализ аннотации то есть анализ он внутри процесса потом уже эти сердце догенерировали вперед и компилируют как батл он не долаживает сердце это еще можно допустим так настроить проект рубежные коллеги которые что они сделали они я не знаю кому это короче они сделали так что вы пишете с аннотациями но при первой компиляции у вас в этих же сердцах все догенерируется и в дальнейшем ломбук можно и соответственно они это все запушили как бы смотрю в общем они как бы просто перемудрились вот этими вот настройками в этом в общем вот этими настройками перемудрились и соответственно нужно тоже самому настраивать где было еще вопрос сколько нам допугает времени когда понимаем вот это если например то это разница есть ну у меня не было там многое 10 20 я не почувствовал разница в том что часть времени тратится на то чтобы проанализировать иннотации дегенерировать входа потом скомпилировать я думаю с разницей здесь минимально смотреть все таких не не большинство но как бы я думаю эта разница будет даже если она будет 10% если посмотреть сколько времени сэкономишь когда будешь непосредственно отчитать до того что я работаю все равно не могу направо делать по поводу миграции с одного среди то есть сейчас в другом виде свободы там проблемы тут тут много отличий там а что смотри а была миграция седьмой на восьмую джаву и допустим если ты использовал версию ломбука восьмую джаву он не поддерживал но они потом через время выпустили версию ломбука на восьмую джаву соответственно тебе просто поменять версию ломбука которая будет поддерживать восьмую джаву а против ломбок.орг это 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 ищет то есть если у тебя есть какая-то там проблема ты не нашел в интернете ты портаешь им ищу и они отвечают за то либо говорят что типа нет это еще мы это фиксить не будем либо говорят что типа бак пофиксим следующий или почти но в общем по состоянию как бы эта штука она то есть проект он очень активный то есть у них там около 700 еще которые пользователи созданы закрытых уже и еще там 390 открытых вот вот собственно есть также существует полный гласть если тебя есть еще ты хочешь как бы сам прописать и вообще ты можешь просто сам прописать свою версию вот а если ты хочешь еще с другими поделиться ты можешь просто создать полный гласть описать что ты сделал соответственно и тем самым внести свою долю в различие даже а спринг и какое отношение текает по полу потому что есть спринг стартер и там можно быть спринг стартер а я понял там там говоришь просто он всем охватывает депоин нет я не знаю . он тебе просто продолжит депоинный все нет я по крайней мере такого не встречал если ты используешь какие-то специфические там плагины в общем обычно без каких-либо дополнительных настроек он работает может там есть какие-то специфические штуки там я встречал какого группы и и и и